Здравствуйте! В эфире программа «Это важно!» Спасибо, что вы с нами. Сегодня мы поговорим о том, что делать, если руководство нарушает трудовое законодательство, задерживает зарплату и не отправляет в положенный отпуск. Вас лишили льгот или службы ЖКХ не обоснованно завышают тарифы. Любое нарушение прав и свобод граждан, даже по вопросам следствия и дознания, может стать причиной для обращения в прокуратуру. Сегодня прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы. На любые нарушения закона и ущемления прав там отреагируют обязательно. Для этого гражданину в письменной форме нужно написать заявление на имя прокурора. Жалоба пишется в свободной форме. В правом верхнем углу нужно указать, на чье имя пишется бумага и свои данные, имя, отчество, фамилию и почтовый адрес. На него будет отправлен ответ после проведения проверки. Самое главное условие – это чтобы было указано конкретное нарушение. Даже если этот вопрос не входит в компетенцию органов прокуратуры, мы дадим полное подробное разъяснение, каким образом человек может защитить, и гражданин защитит свои права и свободы, по его мнению, нарушенные. Жалобу можно отправить по почте или же бросить в специальный ящик, который установлен в здании прокуратуры. В любом случае обращение будет зарегистрировано и начнется проверка фактов. По закону на это отводится от 15 до 30 дней, в зависимости от сути дела. За прошлый год в прокуратуру поступило 2600 письменных обращений. Во-первых, это, конечно же, земельные и градостроительные проотношения, соблюдение земельного и градостроительного законодательства. Также большую долю жалоб составляют жалобы в сфере ЖКХ. Это оказание услуг ресурсоснабжающими организациями, жалобы на действия управляющих компаний. Также огромный пласт жалоб – это жалобы в сфере нарушения трудового законодательства. Так, с коллективной жалобой по задержке зарплаты в прошлом году в прокуратуру обратились работники Витязевской птицефабрики. Больше полугода 64 сотрудника работали бесплатно. У руководства были другие заботы – реконструкции зданий. Реконструкция без разрушения невозможна. В настоящий момент в двух корпусах находится ни много ни мало – 76 тысяч жалоб птицы. Птица в день должна потреблять 114 грамм корма. За счет выплатной зарплаты сэкономить на кормах на птице также невозможно. А жить людям как тогда? Были промахи у наших основных руководителей, у нас есть совет директоров, у нас есть генеральный директор Ефёдор Эдуард Викторович, который постоянно пытается решить вопросы через Москву, но, по-видимому, не получается у него. Земельные споры по количеству жалоб не уступают в рейтинге самых частых обращений. Границы смежных землепользований, нарушения градостроительных норм. В первую очередь эти споры подлежат разрешению в суде. Работа ведется комплексно, совместно с муниципалитетом. Администрация предоставляет нам информацию об объектах самовольного строительства. Мы проводим проверки с привлечением сотрудников органов местного самоуправления. По результатам этих проверок нами готовятся иски в суд о сносе этих объектов самовольного строения. Прокурорская проверка – это изъятие необходимой документации, допроса у органа, на которого была получена жалоба. Повышенное внимание сегодня и к жалобам по уголовным делам. Важная функция прокуроруры в том, что с неё до сегодняшнего дня, и это хорошо, не снимают функцию статистической отчётности надзора за органами, принимающими решениями по сообщениям о преступлениях в том числе. Летом поток туристов превращает Анапу в город-миллионник, поэтому число обращений в Анапскую прокуратуру увеличивается. Поступают жалобы, связанные с отдыхом детей в лагерях, кражи, мобильные мошенники. Среди анапских преступников хитом был неожиданный звонок родственникам. Здравствуй, мама, это я, а твой сын. Хорошо, если у мамы нет сына, либо сын большой, либо она его узнала. Говорит, да, сынок, что случилось? Сейчас подъедет машина, подойдёт тётя, дядя, передай мне, пожалуйста, сумму-то, какой-то денег. Я попал в ДТП, сбил ребёнка, нужно срочно на операцию. Преступная группа из четырёх человек, двое из которых отбывали срок в местах лишения свободы, действовала по всему Краснодарскому краю. Такой же звонок застал Ольгу Ивановну, когда она была на работе. Но женщина проявила бдительность. Я тут же перезвонила мужу и узнала, в чём дело. И он мне сказал, что никакого ДТП с его участием не было. Так что всё в порядке, опросили передать 100 тысяч. Буквально таких 10 эпизодов было зафиксировано, задокументировано. Преступность, к сожалению, тоже на месте не стоит. Могу предупредить, я обучал, во-первых, чтобы в сфере банковского мошенничества, вот этого кредитования, кредитные карты, затем вот эти СМС, так называемые, мошенники, которые там, хотите выиграть Мерседес, присылайте на номер такой-то, значит, очень часто случили. Затем, среди ночи, когда вот так людям звонят, их шокируют неприятными, мнимыми подробностями об их родственниках, которые попали в какую-то либо неприятную ситуацию, либо положение. Новые виды мошенничества действуют и сейчас. Предложение подписаться на рассылку картинок, игры, мелодий. Стоимость развлечений около 30 рублей, однако на деле со счета пропадает сумма в 10 раз больше. Если вы стали жертвой телефонного обмана, необходимо написать заявление в компанию сотовой связи. Если там отказывают, юристы советуют написать жалобу в прокуратуру. Александр Захаров, помощник прокурора. Поддерживает от имени государства обвинения в суде по уголовному делу. Случаев из практики много, но рассказала парню, поплатившимся за свой неудачный юмор. Хулигану, позвонившему в школу с заявлением о заложенной бомбе, находясь в суде, было уже не до шуток. В результате данное уголовное дело поступило в суд, рассмотрели, он свою вину в ингредиентном преступлении признал полностью. Данный молодой человек растет без родителей, находится на попечении у бабушки. Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. По словам Александра, количество преступлений с тем несовершеннолетних снижается. В этой работе большую роль играет пристальное внимание главы муниципального образования. В правоохранительной системе прокуратура занимает важное звено. Немалое количество обращений говорит и о доверии горожан. И хотя сотрудники Витязевской птицефабрики от интервью отказались, многие продолжают работать там же, но уже с новым руководством. На этом все. Смотрите эту и другие программы. Это важно на сайте Анапа.регион. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин